Мифик Рейдер имеет нереальное превосходство по сравнению с Мифик Плюсером, это факт. Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, Панпэй, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на Дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Перед тем, как делать видосик по терлистам, обсудим с вами одевание в новом дополнении. К новому дополнению уже почти месяц. И на протяжении всего этого времени мы по чуть-чуть одеваемся. На этой неделе нам дали Мифик Рейд, Мифик Плюсы. На прошлой неделе стартанули вылазки восьмёрочки, многообещающие искусственным лутом. Нормал Рейд, Героик Рейд. До этого момента мы делали крафты, мы фармили Героик Данжи, мы фармили репутацию с целью того, чтобы купить различные эпики. И таким образом компания Blizzard просто-напросто поделила это одевание на некоторые этапы. Этапы эти, конечно, довольно-таки хорошие. И в целом мы будем придерживаться в ходе видосика этих этапов. Но опять же, существуют определённые границы item-левела, о которых я поясню в видосике. И подскажу, как можно нормально преодолеть эти границы. Как можно потратить меньше голды, меньше времени, для того, чтобы просто-напросто получить больше item-левел за кратчайший срок времени. Начнём же. Пускай первым этапом будет item-левел до 590-го. Это примерно тот item-левел, который мы могли сделать до 11-го сентября. Что нужно делать с этого, чтобы получить хотя бы такой item-левел? Нужно делать локалочки. Локалочки дают репутацию, разблокируют особые локалочки. Также с этих локалок мы вылутываем синие вещицы. 560-го, 570-го item-левела. Для начала пойдёт. Далее виклики. В тот момент, когда мы попадаем в главный городок, рядом с Таверной, имеются виклики. На 80-м уровне мы можем их взять, получаем кейсы, и с них падают вещицы. А также отреставрированные ключи от сундука. Они нам потребуются в вылазках. Также в тот момент, когда мы открываем карту, можно увидеть особые поручения. Эти особые поручения дают нам эпические кейсы. Тоже валяются хорошие item-левел вещицы. И также имеются ключи для вылазок, которые в будущем нам потребуются. Используем модификацию World Quest List. Вижу абсолютно весь список. Вижу локалочки, которые я ещё не делал. Также покупка вещей за репутацию. Если мы откроем сводку наших фракций, то на 7-м уровне, к примеру, у Сая Драгонала можно купить наплечники 584-го item-левела. У Ассамблеи Глубин, допустим, на 8-м уровне можно купить шапку 584-го item-левела. А Рати вообще вкусная фракция. Мы на 7-м уровне можем купить нагрудник 584-й, а на 5-м можем получить 571-ю Неку. Там немножко квестов делаем и вылутываем. Рарнички, конечно же, келяем их, само собой. Фиолетовые черепки, белые черепки, синие черепки. Синие черепки самые ценные, потому что единожды мы вылутываем репутацию с них раз в неделю. Само собой келяем их. Репутация нам важна. Мы получаем знания для профессии, мы получаем эпики больше в этом левеле, поэтому келяем-келяем вообще всё, что видим абсолютно. Крафты. В тот момент, когда мы летаем по какой-либо локации, мы можем встретить азеритовые шарики. Каждый день эта локация меняется. Мы вылутываем кристаллы-резонаторы, также мы вылутываем истёртые гербы. Эти истёртые гербы можно вменивать на формирующие. В тот момент, когда мы получили формирующий, его нужно зачаровать у кого-нибудь наложить лечар. Купили пыли с аукционом, закинули заказик, получили зачарованный. Далее ищем мастера, того человека, который нам скрафтит нужную вещицу. К примеру, плохие у нас наручья. Мы находим кузнеца, который сделает нам наручья, и кидаем ему заказик. С зачарованным истёртым гербом предвестницы получится 590-я вещица. Да, конечно, вы отвалите голдишку за работу, вы отвалите голдишку за крафт этого герба, пыль, потому что там нужна саука, сплав, висмут, статы, украшения, но зато у вас будет 590-я вещица. Крутая, классная и мощная, с нужными статами. Также можно посещать мифик нули. Мифик нули имеют дневное КД, можно вылутывать те вещицы, которые вам нужны. Я думаю, трейдеров нынче куча, и какой-нибудь тринкет вам с радостью отдадут. Ходим нули, но не злоупотребляем. Если нам ничего не нужно с мифик нулей, то переходим к следующему этапу. Пускай следующий этап будет ограничен 605-м этом левелом. Это тот уровень предмета, который у меня был 18 сентября, в тот момент, когда я открывал weekly loot. Что мы можем сделать для того, чтобы получить такой-то левел? Мы можем тратить абсолютно все истертые гербы, которые у нас имеются. Таким образом мы улучшим свой шмот до 593-го. Далее мы можем обратиться к различным сайтам, гайдам, симам и крафтерам, разумеется. Мы идем крафтить шмотки. 606-ые с искорознамения, которые у нас накопились. Текущий максимум это 2,5. Таким образом можно скрафтить какую-нибудь топовую двуручку, либо скрафтить два других слота, например, пояс, плащ или запястье, плащ. Смотрите, чекайте, изучайте свой класс и думайте, что вам реально нужно скрафтить, с какими статами и какие украшения. Также, с целью того, чтобы получить еще дополнительное какое-нибудь украшение, например, и вещицу хорошего этом левела, можно сделать 610-ю пвпшную шмотку. Но для этого, конечно, нужно пвпшить. Как это сделать, что для этого нужно, отдельный видосик имеется на ютубе. После того, как мы прокрафтились, мы продолжаем делать локалочки с целью того, чтобы вылутывать ключики и осколки ключей. Все эти осколки ключей мы, конечно, собираем воедино. В тот момент, когда набираем соточку, жмем правой кнопкой и получаем цельный ключ. Эти цельные ключи мы уже можем тратить в восьмых вылазках, многообещающих. То есть мы берем какую-нибудь вылазку, которая нам нравится, разгоняем ее, проходим первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую. И именно в восьмую мы уже идем многообещающую. В конце нас будет ждать сундучок. В этом сундучке 603-я вещится. А в тот момент, когда мы проходим вылазку, может вылезти зиквир, которого мы потыкаем, нам выпадет карта. Или в тот момент, когда мы откроем сундучки, в конце нам выпадет карта. Юзнув ее, со следующей восьмой вылазки мы получим 610-ю вещицу. А это уже нереальный прирост. После того, как мы прошли абсолютно все вылазки у них, дневное КД, мы идем, конечно же, нормал рейд, героик рейд, мифик плюсы. Семерочки в целом, нормальный выбор, довольно-таки неплохой. Мы вылутываем вещицы формата герой. Мы вылутываем за затаймленный ключ 260-273 его. И таким образом, если мы пройдем абсолютно все 8 данжей, то мы получим 2 карьё. В тот момент, когда мы вылутываем 2000 рейтинга, мы получаем омнитокен, который можно выменить абсолютно на любой кусок сета. Не хватает нам перчаток для, например, двух или четырех кусков сета. Берем перчаточки. Где выменивается? Сейчас покажу. Скахет, город. Вот где-то тут. Будут мопцы. И покупаем недостающий кусок. Само собой, в авторник, например, покупать ни к чему. Потому что вы в среду откроете викли лут, и там, например, выпадут перчатки, а вы только купили перчатки. Короче, думайте, да, насчет этого. Не стоит торопиться. Прокачивая репутацию, играя в игру, мы будем вылутывать резные гербы. Они будут нам нужны для того, чтобы улучшить шмот до 606 этом левела. Конечно, мы этим пользуемся. И в тот момент, когда на нашем персонаже будут все предметы 606 этом левела, мы получим достижение. И после получения этого достижения, можно переходить на следующий этап. В результате последнего этапа одевания мы получим 638 гир для своего персонажа. Но не все так быстро. Если вы не посещаете эпохальные рейды, этот процесс затянется до декабря. Причина тому проста. Раз в две недели вы вылутываете цельную искру, и раз в неделю открываете викли лут, и на выбор всего лишь три слота для выбора шмотки формата легенда. 4 декабря вы займете 8 искр и откроете 11 викли лутов. Но эти 11 викли лутов, три квадратика на выбор, можно ни разу не увидеть нагрудник формата легенда для того, чтобы притонуть его в сетовой, например. Можно не увидеть топовую тринку вообще ни разу. И таким образом, что делать? А ничего не делать получается. Мифик рейдер имеет нереальное превосходство по сравнению с мифик плюсером. Это факт. Мифик рейдер быстрее одевается, с самого босса падают вещицы формата легенда, которые можно разогнать до 639-го, а также дополнительные слоты на выбор в викли луте. Разобрались с датами, цифрами, и все, что нам нужно делать для повышения итем левела, это однотипные действия. Проходим седьмые, девятые ключики с целью того, чтобы фармить вещи формата герой 610-го, 613-го итем левела, и улучшаем их до 619-го с помощью иронических гербов. Но, важный момент, улучшаем мы вещицы с 613-го итем левела до 619-го. Таким образом, мы экономим 15 гербов. Таким образом, в неделю мы будем улучшать 3 вещицы вместо двух. Простая арифметика. Далее, конечно же, посещаем десятки с целью наполнения викли лута, потому что только десятки принесут нам вещицы формата легенда в викли лут. Вещи формата легенда 623-е, они улучшаются до 639-го. 6 рангов. Для того, чтобы полностью улучшить, мы должны потравить хорошее количество гербов позолоченных. Фармим, фармим, растем по этому левелу, калибруем свои статы, радуемся большому ДПСу. И по факту на этом все. Просто-напросто в последнем этапе мы очень-очень много фармим и очень-очень много ждем. Дропаем самые лучшие тринкеты, делаем самые лучшие крафты и вешаем самые лучшие чанты. На этом все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok